Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире очередное заседание телевизионного дискуссионного Казанского федерального университета. Тема нашего заседания – цифровая перестройка и ее гуманитарные последствия, угрозы и вызовы. Мы поговорим о цифровизации, о ее последствиях, последствиях в быту, в экономике, в обществе. Цифровизация неизбежна. Цифровизация в России сегодня продолжена национальным проектом, архиважным национальным проектом. И складывается ощущение, что наши власти, власти страны всерьез полагают, что именно цифровизация станет той волшебной палочкой-выручалочкой, которая разрядит накопившиеся общественно-политические противоречия в стране, даст импульс стагнирующей экономике, улучшит управляемость, укрепит дисциплину, повысит производительность труда и, другими словами, превратит наш российский народ, итальянистый, в кавычках, безалаберно немножко, расслабленный, в трудолюбивых и дисциплинированных немцев, опять же, в кавычках. Осуществимы ли эти планы? Какие препятствия стоят на их пути? И каким экономическим и гуманитарным последствиям приведет тотальная цифровизация страны? На эти вопросы мы сегодня попытаемся найти ответы. И я представляю наших экспертов. Это профессор кафедры социальной философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Терещенко Наталья Анатольевна. Наталья Анатольевна у нас сегодня представляет лагерь так называемых цифроскептиков. И на этом месте должны были прозвучать продолжительные аплодисменты гостей в студии, но в связи с карантинными мероприятиями. Наш заседание уже в который раз проходит без них. Не получит заслуженных аплодисментов и по тем же причинам. И другой наш эксперт, представитель лагеря цифрооптимистов, это директор Центра цифровой трансформации Казанского федерального университета, заведующий кафедрой киберфизических технологий Высшей школы киберфизических систем и прикладной электроники Института физики Казанского федерального университета Чекрин Дмитрий Евгеньевич. И третий наш гость, известный экономический журналист, блогер Бигбов Альберт Дамирович, который сегодня будет представлять, выступать точнее от лица конспирологически настроенной общественности, весьма, к слову сказать, многочисленной. И первый вопрос, который я хотел бы задать нашему экспертам, я хочу вот чего, я хочу начать наш разговор с Никитой Михалковой, с Бесогона, человека, который на днях совсем недавно выпустил известный ролик, в котором высказал опасения о том, что мировая закулиса в лице Билла Гейтса, Рокфеллеров и приближенных к ним людей, хотят провести так называемую чипизацию населения. Чипизация, согласно опасениям Михалкова, часть населения планеты должна получить в чип, встроенный в организм, в тело. Эта часть населения получит доступ к хорошему образованию, хорошему здравоохранению, к материальным благам. А большая часть планеты или те, кто не захочет чипироваться, будут прозябать вольными, но на задворках цивилизации. И у меня вопрос, наверное, первый вопрос Дмитрию Евгеньевичу, человеку, который, пожалуй, наиболее сведущий в области цифровизации, человек, который своими руками приближает наше цифровое будущее. Технически возможно внедрение чипа в организм человека и технические возможности существования жидкого чипа, потому что речь в том числе шла и об этом. Во-первых, вопрос о необходимости целесообразности так называемой чипизации. В мире есть несколько экономик, которые уже сейчас ориентированы исключительно на нее. Самое значимое из этих экономик – это Китай. У каждого жителя страны есть единый социальный рейтинг. Другое дело, что просто это пока учитывается при помощи систем видеонаблюдения, при помощи слежения за сотовым телефоном, а не при помощи слежения за каким-то там, условно говоря, устройством, которое живлено в человеческой теле. Это раз. Во-вторых, Билл Гейтс не говорил о переводе опыта Китая на весь мир. Он говорил о другом, что существует значительное количество стран третьего мира. В значительном количестве стран третьего мира их производительность, целеустремленность для построения продуктивного общества, вообще стремление защитить планету от загрязнения. Стремление вообще, в принципе, учитывать в какой-то конструктивной деятельности мало. Условно говоря, если вы в ЮАР во многих кварталах, в многих городах выйдете на улицу, и вы Билл, и обратно вы домой не дойдете. Для того, чтобы нейтрализовать эти порывы во многом, то для стран совсем-совсем третьего мира, для тех, где это целесообразно, можно произвести некоторый цивилизованный обмен. Условно говоря, гуманитарная помощь взамен контроль того, что происходит. Человек не занимается конструктивной деятельностью, опять же, из стран третьего мира гуманитарную помощь он не получает. В какой-то момент, с точки зрения как раз сторонников этой концепции, то есть количество тех людей, которые не хотят заниматься вандализмом, убийствами, грабежами, и хочет взамен этого, по крайней мере, получать необходимое средство для существования, хоть какую-то работу, превзойдет количество тех людей, которые пытаются, что называется, ограбить ближнего своего, его убить, раздеть догола, но будут свободны от этих чипов. То есть речь шла о интеграции этих технологий именно для контроля деструктивных слоев общества, для того, чтобы превратить их в конструктивные. Отвечу на ваш вопрос, интегрировать какие-либо чипы, либо, опять же, биомаркеры, то есть это могут быть биотехнологии на текущий момент, это не то, что никакой сложности не представляет, это настолько примитивная задача. То есть, условно говоря, те же самые RFID-метки, о которых все слышали, которые применяются везде, начиная от складов, заканчивая товаров магазинами, они сейчас исполняются даже не в виде чипов, а в виде абсолютно миниатюрных, есть в том числе субмиллиметровых изделий, которые выполнены при помощи эластичной био-неотторгающейся ткани, они, кстати, часто используются в госпитах, которые просто даже на кожу наклеить несмываемым клеем или под кожу под эпидермис взять, и все. В рамках этого чипа есть все сведения, которые, условно говоря, помещаются в паспорте человека, плюс можно сделать обратную связь, то есть, по крайней мере, какой-то объем информации, свидетельствующий о нарушении данным человеком каких-то мер и его социальный статус туда можно обеспечить. То есть, эта технология уже есть, она массовая, она практически бесплатная, проблем в ее внедрении нет. Эти технологии, они уже сейчас внедряются на территории практически всех стран мира, пока еще не в плане, что называется, вживления под кожу, но в плане вот именно наличия все больше и большего количества цифровых сервисов, все больше и больше замены, что называется, натуральных документов и цифровыми эквивалентами. Один из простейших примеров – это замена территории всей Российской Федерации обычных трудовых книжек, цифровыми трудовыми книжками. Так как вы сейчас мне не задавали вопрос о моральном аспекте этих видов изменений, я, правда, на него все равно первоначально частично ответил, да, я не буду говорить, хорошо это или плохо, но то, что эти технологии уже сейчас есть, развиваются, и их сдерживающим фактором является исключительно, что называется, окно овертона, что называется, от неприятия до того, что это нормально, это факт. То есть, их можно внедрить сейчас в любой момент. Вопрос только исключительно настроения населения. У меня вопрос к Наталье Анатольевне. Наталья Анатольевна, вот смотрите, почему так нервно общество реагирует на, и так охотно поддается панике, связанной с 5G, с типизацией, вот эта тема, которую нам очень прекрасно разъяснил Дмитрий Евгеньевич, а почему у народа, у населения такой страх, причем это же не только, скажем так, у бедных слоев, где-то в Африке глубокой или в Латинской Америке, вполне приличные Британия жгут вышки 5G. Эта волна пройдет по всему миру, жгут даже у нас, в отсутствии 5G у нас жгут 2 или 3G даже, 3 и даже 2G там, старые вышки. Ну, тем не менее, почему, на ваш взгляд, вот этот гуманитарный аспект, такой страх перед цифровизацией, перед чем-то новым, и опасения, связанные со здоровьем, с работой, с... чем они порождены? Мне кажется, здесь есть несколько моментов, которые порождены, кстати, в том числе и теми самыми технологиями, о которых мы сейчас говорим. Об этом пишут, кстати, очень многие и западные, уже ушедшие от нас, типа Бодрияра, и живущие еще, такие вот философы, да, скажем так, хотя они себя философами никогда не назовут, говорят о том, что появление, приход интернета сыграл очень злую шутку. Потому что если мы сначала воспринимали интернет как пространство, где мы можем получить информацию, и в силу своей альтернативности, неофициозности, идеологической, не зашнурованности, это будет истинная информация, потому что мы продолжали пользоваться понятием истины, мы продолжаем и до сих пор им пользоваться, хотя оно многократно проблематизировано, то выяснилось, что вот это множество аспектов, которые предлагает нам интернет, а в интернете же вы прекрасно знаете, полно всего, и правильной информации, информации, корректной, скажем, да, правильной, правильной, вообще не тот термин, который мы должны использовать, и заведомо ложной информации, фейков, в интернете полно всего. И вот этот пасьянс в итоге он привел к тому, что человек перестал верить вообще всему. То есть когда вы говорите, а почему вот не верит или видит что-то, а потому что вообще ничему не верит. И вот этот кризис доверия, который сегодня уже, в общем-то, во всех абсолютно областях существует, кризис доверия в науке, кризис доверия в образовании, кризис доверия в политике, интернет вот эту вещь выполнил. Он полностью разрушил вообще какой-то культурный и социальный институт доверия. Вы сказали, что некоторые аспекты цифровизации вас не устраивают, вы их опасаетесь. Вы можете сказать, что вас не устраивает? Вот смотрите, Дмитрий Евгеньевич действительно развел вот это понятие цифровой экономики и цифрового общества. Я знаю, что у нас тут была некоторая эйфория по поводу общества 5.0, который к нам из Японии неожиданно, нежданно нагрянул, когда его совсем не ждешь. И вот когда речь зашла, если вы помните, в прошлом году, по-моему, у нас приезжал какой-то товарищ с компанией Mitsubishi, где они как раз пытаются реализовать эту стратегию общества 5.0. И как раз вот когда разговор шел об экономике, вообще, простите, не об экономике, когда разговор зашел о том, что способствует и что препятствует вот этому обществу 5.0, то он сказал, и во всех документах, которые они там публикуют, и статьи, и интервью по поводу общества, они говорят, что а у нас, в общем-то, мы как раз вот эту big data хотим создать, а ребята-то не хотят отдавать информацию вот в эту big data. То есть речь как раз не о повседневном человеке, не о том, который боится всего, а речь идет вот об этом собственнике, который вовсе не хочет эту информацию в big data погружать. И тут возникают вопросы юридического порядка, правового порядка, экономического, потому что оказывается вот этот собственнический момент в отношении информации. Ну технологии-то вообще уже вещь, которая имеет имя автора, и патент, и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть вопросы собственности, а вопросы собственности – это вопросы буржуазного права. То есть мы находимся вот в этом буржуазном праве, мы оттуда никуда не уйдем. Я просто приведу пример совершенно из другой, казалось бы, области, но мне кажется, он здесь будет не лишним. Так вот получилось, что у меня, слава богу, дом живет не философ, а нормальный такой инженер. И вот мы как-то разговаривали о бавястроении, потому что он сам ракетчик по образованию, занимался вот как раз вот в этой области работал. И разговор зашел о вещах, которые мне, например, показались очень интересными. Он говорит, почему в Советском Союзе авиастроение развивалось, ну действительно, семимильными шагами. И вот вы что хотите, собачками разродитесь, все равно мы на этом советском авиастроении сегодня живем, и оно все равно еще в каких-то областях впереди планеты всей. А он говорит, а очень просто. А потому что у нас ни одна авиастроительная фирма не имела своих секретов. Да, были секреты на уровне первого отдела, на уровне государственной тайны. Но у нас технологии производства различных узлов передавались на уровне, не просто там, я тебе дарю, потому что это общее достояние. Технологии это общее достояние. И он говорит, никогда никакой Локрид Мартин, никакому Сикорскому, никакому Боингу свои технологии не передаст. Вы посмотрите, бои идут не за производство, а за передачу технологий. Передача технологий это предмет торга, чего никогда не было в Советском Союзе. Вот вам, пожалуйста, собственность. И информация сегодня попадает в ту же самую среду. Дмитрий Евгеньевич, знаете, я хочу свернуться к России и к ее перспективам цифровизации и новой экономики. Вы можете обрисовать эту Россию будущего, когда те вещи, которые прописаны в программах, в целях, в той работе, которую вы делаете, воплотятся в жизнь? Есть программа цифровая экономика. Программа цифровая экономика это, в общем-то, краткосрочная программа. По аналогии с Советским Союзом, это можно рассматривать как программу действий в экономике на следующие пяти лет до 2025 года. Россию 2025 года я с трудом могу назвать Россией будущего. То есть понятно, что эта программа выполнена не будет, так же, как во многом не выполнялись и программы пяти лет, кроме как пяти лет экране индустриализации. Но, тем не менее, ничего принципиально нового мы как-то не увидим. То есть у нас скорость загрузки веб-страниц на наших смартфонах будет выше, но не факт. Видео в интернете, наверное, будет больше, потому что его делают все, кому не лень. Работать на удаленке мы, наверное, будем тоже больше, чем появляться в офисах. В портал госуслуги, наверное, будут синтегрированы, наконец-то, практически все услуги, которые сейчас требуют личной явки. А так принципиально, что должно измениться. Вообще, на что направлена программа цифровая экономика, это то, что обыватели не увидят. Программа цифровая экономика направлена на модернизацию всех типов и классов производства. Люди на производствах работают, они пользуются их продуктами. Продукты-то даже сами не изменятся, улучшится их качество, уменьшится их стоимость, увеличится их доступность. Но для самих потребителей, для самого населения, принципиально, по отношению к 2020 году, не изменится ничего. Повысится эффективность экономики. Может быть, кратно, может быть, нет. Вот на что направлена программа цифровая экономика. Это программа следующей пятилетки. То есть, это же самое будет мясная курочка, а не какой-то субстрат, который показан фантастический фильм? Ну, эти субстраты, мясные субстраты, про которые вы говорите, которые сейчас начинают выращиваться, это вопрос не следующей пятилетки, это вопрос, если повезет для, опять же, массового спроса, когда это будет более рентабельно, чем выращивать курочку. Ну, наверное, я могу ошибаться, потому что речь идет о далеком горизонте планирования, это после 2050 года. Потому что курочку выращивать очень рентабельно и очень-очень дешево. Мясом настолько дорого делать, вот такое вот искусственное, ну, просто, ну, вообще. Это, знаете, я могу привести вот другой пример, он тоже соотносит, на самом деле, с цифровой экономикой, если быть точным, с новыми энергетическими производствами. Вот уже, наверное, лет 60 человечество болеет не только чистым, что называется, термоядом, то есть, вот, практически, там, бесплатным экологически чистым производством, там, электрической энергии, да, человечество болеет другой вещью, как сделать эффективный двигатель на воде. Вот я просто приведу пример. То есть, двигатель на воде, работающий, сделать можно. Его можно сделать уже лет, как так, 80. Потому что, что такое вода, H2O? Это водород, и есть двигатели, работающие на водороде. Это кислород, и есть двигатели, работающие на кислороде. Всего-навсего, что нужно сделать, это осуществить операцию, которая разделяет водород и кислород. Такие операции есть, но они просто до сих пор являются либо технологически очень сложными, либо потребляют энергии больше, чем потом будет вырабатываться одновременно из водорода и кислорода. Вот вопрос с искусственным мясом, по крайней мере, лет, наверное, 30-40-50 по отношению к курице будет сделать, это, конечно, можно, но это гораздо более затратно, чем курица. Вот в этом плане, например, да, вот мне, кстати, вот непонятен, может быть, как раз вот кто-то из коллег вот имеет вот альтернативное мнение, то есть вот как раз ответит, да. Мне непонятен вот один из фильмов, который представляет как раз планету будущего и который очень многие хвалят за научную достоверность, Интерстевр. Там все очень классно, они приглашали физиков, приглашали там ученых-космологов, астронавтов, все, мне одно не могу понять. Да до чего же человечеству нужно было дойти, чтобы научиться на Земле выращивать одну только кукурузу и больше ничего, это же настолько неудобно, неправильно, технологически сложно, почему вдруг кукурузу-то, вот с мясом такая же фигня, почему вдруг искусственное мясо, почему, например, неэффективный соевый белок. Если вы посмотрите рассказы, например, повести фантастов там 60-70-х годов, когда перспектива голода к концу 20-го века виделась вполне себе из-за перенаселения реальной, ну, действительно, в 60-70-х годах вполне себе рассчитываю, что к концу 20-го века может начаться общий мировой голод просто из-за перенаселения планеты, но там вполне себе решалась эта проблема массовым производством соеподобных белков, то есть искусственной сои, что вдруг мы на мясо сейчас стали ориентироваться, я не понимаю, сою производить гораздо проще, то есть, если вдруг на планете, например, в странах третьего мира начнётся голод, то есть, вот если, например, там будет необходимость перейти на высокопротеиново содержащие продукты, перейдут на сою, но никак не на мясо, мясо сделать очень сложно. Вы делаете роботов, вы делаете системы, которые высвобождают людей с производства? Нет, мы производство автоматизируем, мы не освобождаем с них людей. Это мы уже говорили с вами на прошлой передаче, извините, не перебиваю, но вы просто сразу переводите на неправильное основание нашего разговора. Мы, те производства, которые в частности и мы тоже автоматизируем, они оценятся на то, что люди будут происходить переквалификацию, будут становиться операторами тех же самых роботов, но людей с производства мы не убираем. Потому что ваш вопрос предполагает увеличение безработицы. Да, у меня вот этот вопрос, потому что когда мы говорили о лудитах новых, я подводил к этому ответу, надеялся, что вы услышите, потом развернуть эту тему о том, что люди просто боятся потерять работы и доходы. Цифровая экономика повышает общее количество доступных ресурсов населения. Благодаря тому, что становится доступным большее количество ресурсов для населения, становится возможным между большим количеством людей его распределить. Из-за того, что появляются излишки, которые можно распределить между большим количеством населения, становится возможным создать большее количество абсолютно ненеобходимых, но доступных рабочих мест. Эти рабочие места, в частности, это те рабочие места, которые люди могут получить, просто находясь у своего компьютера или у своего телефона. Самым простым, таким популярным примером, который, что называется, внес Яндекс сейчас в нашу жизнь, я не знаю, много ли пользоваться этим сервисом, это Яндекс.Толка, когда людям платят за то, что они рассматривают, на каких картинках светофоры есть, на каких картинках светофоров нет. То есть это все происходит как раз из-за того, что цифровая экономика позволяет в развивающихся, в развитых странах достичь определенных излишков производства, которые можно распределить между большим количеством людей, которым можно просто обеспечить занятость, но которая для реальной экономики не необходима. Поэтому те люди, которые ранее были заняты в реальной экономике, но были при этом операторами ручных станков или вручную, например, ткали и перебирали, они точно так же сейчас будут заняты в экономике, но не на тех профессиях, которые обеспечивают именно производство реального товара, а именно на тех профессиях, что называется, лишь бы они были заняты и давали, что называется, феноменологическое преимущество нашей цивилизации, то есть обеспечивали ей зрелище, но не хлеб. То есть хлеба у нас становится все более и более достаточно с развитием цифровой экономики, то та часть населения, которая была сосредоточена на производстве хлеба, сейчас переходит в ту область, которая занимается производством зрелища. Вы говорите об обществе, которое очень напоминает, такое идеальное общество, практически коммунизм. Человек, в общем-то, если он не занят в реальном производстве, которое выпускает товары, которое выпускает эти товары в большом количестве, он может себя занять в играх, он, скорее всего, будет получать меньше дохода, чем человек, который занят в производственной деятельности, более важный для общества. Тем не менее, он никогда не умрет с голода, у него будут какие-то развлечения, и по сути, часть лишних людей, которые высвобождаются в традиционных взглядах, это люди лишние, и в другом бы обществе они просто умирали с голода. В современном обществе, цифровом обществе, эти люди найдут себе другую работу, и более простую, более приятную. Это, по большому счету, похоже на коммунизм? Это никак не похоже. Потому что вообще картинка, которую вы рисуете, она более чем странная. Потому что у нас кто-то играет, получает удовольствие, непонятно чем занимается, и живет на благотворительной какие-то ресурсы. Вы видите, сейчас гораздо более серьезная проблема стоит. Например, мы сталкиваемся со старением населения. У нас количество работающих людей, количество неработающих, их порциональное соотношение меняется не в пользу работающего населения. Нам скоро работать некому будет. Вот к тому самому станку, неважно, к оператору ручного управления или к роботизированной, простите, экономику, некого будет запускать. Да плюс еще ко всему прочему, мы поем и пляшем с утра до вечера. Вот я тут еще, такая мамаша запоздала, у меня два чемодана, мальчик и еще мальчик, им по 9 лет. Так вот я смотрю на этих детей и на мамашку этих детей, которые, например, говорят, он у меня будет троечник, и мы ему поставили тройку, ему что, на завод что ли идти? Представляете, вот насколько перекореженный создание. Кошмар. Вот не пустят просто, я говорю уже этой мамаши. Понимаете, вы совершенно другие вещи называете. Когда вы разговариваете о коммунизме, вы должны, прежде всего, упомянуть основную половину от коммунизма. Вы его помните? От каждого по способностям. От каждого по способностям. В текущей экономике от каждого берется не по способностям, а просто люди занимаются фигней. Вот на самом деле, да? Но современная экономика даже такое общество пока по-прежнему поддерживает. И вот, собственно говоря, она развивается в области цифровизации, то, что это единственный способ поддерживать общество, которое во многом занимается фигней. То есть оно сохранит общество в другой форме? Да. Оно может его сохранить. Оно может его сохранить. Оно может превратить в кошмар. Да. Это связано, скорее всего, даже с гуманитарной миссией такого общества, поскольку эти люди действительно реально не нужны, наверное, в экономике. Если экономика может производить... Они нужны, но они должны заниматься делом. Можно еще один взгляд? Американская социология, самая лучшая социология в мире, они сейчас дают выборку такую. 30% американцев верят в чипизацию. Верят в то, что есть заговор и есть Билл Гейтс. 30% американцев. Вы думаете, они на улицу вышли просто так? Вы понимаете, у них сейчас, что в голове происходит, если там мы включаем телевизор, видим картинку, там из театра абсурда, самый настоящий развертывается перед нашими глазами. Дмитрий Евгеньевич, что-то дополнительное выразить. Да, я вот хочу дополнить. Дело в том, что просто на самом деле, то есть конструктивной позицией является то, что на самом деле у Билл Гейтса, вот конкретно у этой личности, очень давно, на протяжении как минимум последних 25-30 лет, есть ресурсы корпоративные на то, чтобы сделать с человечеством все, что угодно. Потому что по последней статистике, по-моему, что-то порядка 80 или 85% всех домашних пока основаны на базе архитектуры операционной системы Windows, которая может собирать практически любые сведения о человеке, то есть, например, даже потому, как человек печатает на кавиатуре, каким образом он двигает мышку, не говоря уж об использовании веб-камеры, можно получать, если есть такое желание, если есть такая необходимость. А человеке абсолютно все, начиная от его психопрофиля, заканчивая его текущей производительностью, отвлечением на разные задачи. Поэтому на самом деле, вот у Билла Гейтса вообще необходимости получать какой-то новый инструмент не было, потому что, во-первых, этот инструмент уже давно существует, это RFID-метки, во-вторых, такая власть у него уже была. Если бы он хотел сделать, он сделал бы это уже абсолютно давно. Он как частный человек давал согласие на то, чтобы он на меня досье собирал. Нет, я говорю, у него возможность такая и есть. Не у него конкретно, у операционных систем, которые стоят на наших компьютерах, такие возможности есть. Но они не используются. Но они не используются. Вот это, собственно говоря, почему они не используются? Потому что другая отрасль экономики, которая точно так же сейчас достаточно широко развита в цифровой сфере, это программное обеспечение, которое борется как раз с собиранием о вас частных данных. Это те же самые антивирусы. И вот распространение тех же самых антивирусов, которые есть на компьютере практически каждого пользователя, они подтверждают, но это их бизнес, то, что действительно о вас информация сейчас не собирается, она никуда не уходит. То есть возможности есть, их просто не использовали, может быть, использовать и не будут. То есть вот нет необходимости придумывать какой-то новый инструмент в формате чипизации. Нет необходимости такой. То есть он никакого нового ресурса им не даст. То есть вот дело в этом. Он уже есть, он уже был. Когда вы говорили, что, ведь Евгеньевич, когда вы говорили, что масса людей в современной экономике занимается фигнёй и получает за это деньги. Может заниматься, имеет возможность. Да, занимается регулярно. Это можно назвать лишние люди для экономики? Об этом-то как раз и речь. То есть на самом деле в Советском Союзе их назвали бы тунеядцами. Да. Да. Это так. То есть это те люди, которые... Я, может быть, не назвал, что они занимаются фигнёй, я назвал их лишними, но такие люди есть и такие люди реально... Просто выражение «лишние люди» — это устойчивое выражение, его недопустимо применять просто в нашем с вами диалоге. Это страшное выражение. Его недопустимо применять в качестве некоторого просто повседневного термина, как термин бытового языка. То есть мы этих людей просто отводим в другую категорию, в более низкую категорию. Да, мы с вами, в общем-то, сейчас говорим, тем более у нас прямой эфир, как вы говорите, да? И значит, то, что нами сказано, оно получает уже другой вес. Как мы обозначим этих людей? Как бы вы обозначили таких людей, которые в экономике 80-х годов считаются бы тунеядцами? Они не создают добавочную стоимость, они не создают материальных бак. То есть они являются для экономики на текущий момент грузом, их необходимо переквалифицировать. Они являются таким грузом или балластом, не создающим дополнительную стоимость с точки зрения, уж простите меня, терминологии буржуазной экономики, в рамках которой мы сейчас существуем. Позвольте, но дети не создают прибавочной стоимости. Мы говорим про взрослые. Мы говорим про взрослые. Мы говорим про экономику. И вот я как раз сейчас хочу сказать, что опять же здесь, ну опять же у всех свои тараканы, поэтому вот это мои тараканы. Мы все равно будем говорить о собственности, мы все равно будем говорить о типе экономики. И вот, допустим, мы говорим о том, насколько будет распространена вот эта цифровая экономика и насколько велики риски распространения. Если речь о цифровой экономике, я за. Но смотрите, что получилось. У нас сейчас, мы с вами где работаем? В университете. Это что за сфера? Это сфера услуг. Мы с вами производим услуги. Услуги имеют свою стоимость, и мы эту стоимость либо увеличиваем, либо не увеличиваем. И поэтому главный критерий моей работы, участвую ли я в грантах, приношу ли я деньги по хоздоговору, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы эти пальцы загибаем, и оказывается, вообще уже всем по барабану. Учим мы кого-то, не учим, что происходит в аудитории, как идёт общение со студентами и так далее. Это вообще даже не учитывается в наших отчётах. Что такое медицина? Сфера услуг. И поэтому вы приходите на операцию и спрашиваете, скажите, пожалуйста, а вы мне будете какую операцию делать, полостную или лапароскопическую? Это я рассказываю случаи жизни, это не анекдот. А врач говорит, а вы как хотите? Я говорю, простите, пожалуйста, я же пришла к вам, ведь вы же специалист, ведь вы же знаете, вот как вот это сделать. У меня с сестрой была такая картина. Говорю, вы скажите, мне нужно понять, что там происходит. Она говорит, а вы с ней посоветуйтесь. Вот она как скажет, мы ей сделаем такую операцию. Но это же бред собачий. Раньше, конечно, можно было ходить со шрамом от шеи до пятой точки, но зато врач отвечал за то, что ты делаешь. А сейчас он будет спрашивать тебя, что ты хочешь. И вот пока у нас медицина останется в сфере услуг, пока у нас образование остается в сфере услуг, пока таким образом у нас принципы экономики, захватят фундаментальную науку, пока принципы экономики захватят сферу искусства. Вот тут мы получим все ужасы, все страхи, все трагедии цифровизации, потому что принцип цифровой экономики мы посчитаем принципом организации цифрового общества. Это катастрофа. Что неприемлемо, да? Это неприемлемо. Я полностью согласен с этой точкой зрения. Это катастрофа. Это может это исправить? Современная технология? Технология это не исправляет, это исправляют люди. Это исправляют лица, принимающие решения. Технология это инструмент. Атомом можно вырабатывать электрическую энергию, атомом можно бомбить города. Это инструмент, не более того. Хорошо. Вы разрабатываете системы, которые связаны с медициной, медициной будущего, которые, возможно, будут диагностировать в автоматическом режиме здоровья человека? Нет. Обеспечивать помощь и ассистирование в диагностике. Это разные вещи. Не автоматически диагностировать. Хорошо. Оказывается, помощь... Но... Решение должен принимать врач. Возможно ли ситуация, когда в будущем ситуация, когда человек приходит на операцию, ему предлагает в качестве услуги такую или такую операцию делать, что с развитием ваших технологий это отпадет и постановит автоматически и говорит, что вам нужно такое. Решение должен принимать человек. Всегда. Без исключения. То есть во всех критически важных областях, от которых зависит жизнь и здоровье людей, неважно, что это такое. Это может быть спускаемый космический аппарат, либо это должна быть операция. В том случае, когда от результата принятия решения зависит жизнь и здоровье человека, всегда решение должен принести человек, потому что именно человек несет за это решение ответственность. Никогда по-другому быть не должно. И причем, посмотрите, если вернуться опять к советской системе, вот это решение принимал врач. И в критической ситуации согласие родственника не требовалось. Потому что врач принимает ответственность. А когда сегодня мы даем согласие, да, в этом есть свои какие-то нюансы, и, наверное, в этом есть свои плюсы, но эта ответственность за мою профессиональную деятельность я почему-то перекладываю на другого человека. Так не должно быть. Это перекусы. Ответственность – это прежде всего риск собственной репутации. А мы сегодня не привыкли рисковать собственной репутацией. Не хочется. Боязно. Вернемся к России. Позволит ли увеличение скорости интернета, позволит ли внедрение новых технологий, как-то помочь нашей экономике? Позволит оторваться ли от этого стагнирующих цифр, которые, возможно ли переход, да, на вот наше нефтересурсное проклятие, уход от него через какие-то вещи, связанные с программированием, цифровизацией, с экспортом этих технологий и идей за границу и в данном случае в другие страны и получение от этого дохода, получение от этого развития страны? Сейчас в мире основным товаром является знание, интеллектуальная собственность, нематериальное благо. Собственно говоря, возможно, это тоже перекос. Я не буду отоценивать, это плохо или хорошо ли, я не экономист вообще ни разу. Реверс этого процесса на текущий момент может произойти только при каких-то катастрофических ситуациях в обществе. Примером катастрофической ситуации в обществе является пандемия, но более жестких масштабов, чем она была сейчас. То есть, знаете, действительно пандемия. То есть, не процент, не 2%, не 5%. Не симуляция. Да. 40% Черная смерть. Смертность, да. Вот в этом случае всем будет наплевать на цифровизацию, на знания, на интеллектуальную собственность. Все будут покупать гречку, и все будут ценить гречку, и это абсолютно нормально. До тех пор, пока в мире все хорошо, цениться будут знания. Нет, но вы послушайте, вот даже текущая пандемия вызвала резкий всплеск того же самого Zoom, ну, как устройство онлайн-общения. И когда люди будут вообще лишены физической возможности просто поговорить, уже, знаете, даже сейчас пьянки по Zoom организовываются. Собираются люди и начинают... Ну, к слову экономики это нет никакого. Да, если... Наоборот, онлайн-технология начинает замещать вот это нормальное человеческое общение. Может ли информация и знания, которые генерируются в России или будут генерироваться в России, создается условие для такой генерации, обеспечить тот прорыв, то будущее, которое... Я вам отвечу расслужив фразу, которую знают, возможно, все. Но лучшие математики, лучшие программисты, они из России. Причем зачастую бизнес они делают именно в России. На текущий момент и уже достаточно долго, наверное, где-то с середины двухтысячных годов, одной из основных отраслей как раз экспорта Российской Федерации. Я не говорю, что основной. Одно из основных. Начинается экспорт знаний в экономике других стран. Ну, опять же, это же по-разному можно расценивать. Это можно рассматривать как прямая продажа программных продуктов, прямая продажа аппаратных продуктов, продажа вооружения. А это все от экспорта знаний оно не отделено. То есть, все, что является востребованным на рынке мировом от Российской Федерации, кроме, что называется, непосредственно сырых ресурсов типа нефти, хлеба, чего-то еще, все является экспортом знаний. То насчет хлеба и нефти тоже можно поспорить, потому что современная добыча нефти и современной технологии выращивания хлеба, она требует себе очень много знаний. И если вы сумеете с одного гектара повысить собираемость зерна в четыре раза, это будет означать, что вы получаете выручку не из-за того, что вы потратили больше трудовемкости, а из-за того, что вы вважили свои знания, свои ресурсы в построении инновационного процедуры сбора и выращивания зерна. Поэтому экономика Российской Федерации на текущий момент, кстати, как показали последние два месяца, она является одной из наиболее инновационных, она, кстати, опять же, я сошлюсь даже на предыдущую передачу, одной из наиболее устойчивых, и она, безусловно, является цифровой. Уже сейчас она является. Сколько было паники насчет того, что ой, сейчас все рухнет, ой, сейчас мы все разоримся, сейчас все будет плохо, нефть упала, ну и что? Ну люди сейчас вышли на улицы, но они точно так же покупают продукты, они точно так же отдыхают там, где-то в шоке, работают, работать даже стали, кстати, больше, но это означает, что наша экономика, она достаточно устойчивая, а устойчивая она может быть в современном мире только благодаря цифровым технологиям. Поэтому в этом плане цифровые технологии это благо. В этом случае их используют правильно. Когда у нас появятся илоны маски свои и запустят свои ракеты? Вообще, с чего началась вся SpaceX, вы знаете? Потому что маска пыталась купить ракеты, да. А потом пошел, да. Вот построить свою первую ракету, вот и поговорим. Вот построить свою настоящую ракету, вот тогда и поговорим. Вот создаст свой первый возвращаемый аппарат, вот тогда и поговорим. Вот осуществит первый многоразовый пуск, вот тогда и поговорим. Вот запустит на людей, вот тогда и поговорим. Сейчас уже просто не получается какие-то еще вехи назвать, которым можно прибавить, вот тогда и поговорим. Просто сейчасшняя веха, она рассматривается таким образом, потому что это топ, который был у Роскосмоса. Но на самом деле это достижение абсолютно ничем не выделяется в ряде достижений Илона Маска, то есть именно в ряде его достижений. Просто это тот топ, который был у нашего Роскосмоса, глубоко закосневой корпорации, которую, безусловно, во многом надо менять. Но к Илонам Маскам она не имеет никакого отношения. Тогда хоть десяток Илонов Масков вы сейчас устроите в Роскосмос, ничего не произойдет. что нужно чтобы произошло чтобы у нас появится и что нужно чтобы такие илоны маска работали в россии делали триумфы свои такие он и маски работают в россии а где триумфы вы меня каши извините но полноценный беспилотный такси сейчас запущено в мире только яндексом вот именно массово работает плохой триумф что ли вроде нет то есть комбайны беспилотные точно так же до запущено тоже только в россии рост сельмашем причем уже несколько лет назад и это замечательно понимает там вы тоже принимали участие нет но много в чем принимали участие часом рекламы заниматься не собирать вот жаль жаль ну надо будет займусь это не такая проблема да то есть по автоматизации наших заводов мы можем дать форум многие американские то есть я не понимаю в чем причина то есть вот почему вы считаете что у нас недостаток триумфов что обращение путина когда он рассказывал на новых системах вооружений которые сейчас только начинают проектироваться за рубежом от не относится к категории триумфов безусловно относятся к категории триумфов вот возрождение северного фото гражданского фото и это не относится к категории трюнг это относится к категории гром то что у нас строится новая правда опять же вы просто одна из моих любимых техном извините то что настроиться на hora это на ледоковы а у сша осталось ледоков всего два один из них в ремонте, другой второй сломается, это не относится к категории триумфов. И почему мы осваиваем Арктику? Это относится к категории триумфов. Что еще дальше-то? У нас этих триумфов на самом деле настолько много. Просто, скажем так, мы предпочитаем все время говорить о своих неудачах. Вот этот вопрос, это еще одно свидетельство, предрассудка, который тиражируется, в том числе вот сейчас отсюда. Вы знаете, вот Запад упорно навязывает нам отношения ущербности. То есть мы должны чего-то постоянно стыдиться. Это нормально, это информационная война. Здесь мировые игроки. И вот Илон Маск полетел, началась истерия. Ну, чего он такого сделал? Ну, обычный пилотируемый полет, который у нас в истории нашей советской космонавтики был давным-давно. И, в общем-то, даже то, что нас сейчас той же МКС доставляет космонавтов за три с небольшим часа, а космонавты космонавты Маска летели там двое суток. И, ну, можно я скажу, я волосами совсем согласен, я просто скажу, почему это является триумфом. И, кстати, почему это, наверное, даже хорошо. Потому что это в первый раз, наверное, за последние лет 30 событие, которое освещает триумф человека. ни системы, ни государства, а отдельно взятого человека. И именно поэтому, наверное, его поддержку. Потому что это сделал он, без него этого бы не было. Ну, вы-то верите, что... То есть, Илон Маск, это госзаказы, финансирование... Да, конечно. То есть, там люди подсчитали, 85% идет у них... Так это нормально, но он же сам же добился этих денег. А как он патенты все получил? То есть, невозможно взять... Это личность, это личность. То есть, если мы насмотрим, например, Сергея Павловича Королева, точно так же, вы говорили же об этом. То есть, почему у нас авиастроение было мощным? Потому что у нас обменились технологиями. То же самое Сергей Павлович Королев. Он пользовался государственной поддержкой, он пользовался патентами со всей страны, поэтому он смог построить союз. Просто я же говорю, в смысле, то, что вы говорите, это правильно. Я просто говорю, почему это сейчас озвучивается, и почему, наверное, даже хорошо и неплохо. Не потому что это какое-то мощное технологическое достижение. Оно было. А просто потому что это первый раз за все время вот триумф человека. Вот как вот по Стругацким, вот этот вот триумф человека, не системы. Этот человек, он мог родиться в любой стране. По поводу Стругацких. В Стругацких в их книгах прослеживается такая мысль, что в будущем человечество разделится на люденов, скажем так, людей, которые обладают более высокими знаниями, более интеллектуально развитыми, и обычных людей, которые... Это, на самом деле, перекликается с тем же Михалковым, когда он говорил, что... Это он говорил. Он говорил, что часть людей получит доступ к более высокому образованию, к более высокому интеллектуальному потенциалу, получит потенциал. И вот цифровизация, ее возможности, они будут так... Общество наше разделит на людей-люденов. Может такое случиться? Вы завтра идите на столько сложные темы, здесь можно вообще начинать отвечать, начиная со сверхчеловека Ницше, и заканчивая... Мы можем начинать тираж. Ну да, да, то есть я извиняюсь, да, я просто вот, что называется... У меня поймите, я просто не фиософ, поэтому о чем помню, то вот им отвечают. На самом деле, люди-илудены есть сейчас, есть элита, есть обеспеченные люди, которые, по большому счету, они выделяются от общего сома людей, тем, что у них более высокий доход, но у них действительно более удобный доступ, более качественный медицине к образованию, но просто эти люди получили свои блага и свой статус не всегда благодаря своим качествам, да? А у Стругацких как раз описана ситуация, когда Людены получают эти свои свойства благодаря знаниям, усилиям... Там знаете вообще, откуда взялась эта концепция? Расскажите, даже если я знаю, то я думаю, читателям будет интересно. Вы посмотрите хронологию произведения Стругацких. Стругацкие воспевали коммунистический мир. Полдень XXI век – это коммунистическое будущее Объединенной Земли. В определенный момент Стругацкие... Я не буду это оценивать с моральной точки зрения, вот меня этого не дождетесь. Разочаровались в коммунистическом будущем, они разочаровались в этой системе, и начиная приблизительно с «Далекой радуги», «Жукова в муравейнике», они начинают ее субстанциально критиковать и пытаются показать, как человечество пытается выйти из ловушки глобальной коммунистической системы и снова переходят к системе социальных страт, верхних социальных страт, которые являются Людены. То есть, ну это точка зрения стругацких, причем стругацких уже разочаровавшихся. Вот. То есть, ну, причем вот эти вот социальные страты, они у нас сейчас в мире в текущем, разумеется, ну они всегда были, они есть и будут, потому что у нас социальные страты, они делятся именно не по тем причинам, которым они делятся у стругацких. У стругацких это вообще, что называется, рафинированно, то, что называется, от способности зависит от ее социального положения. А у нас это больше зависит от материального капитала. Но до тех пор, пока вот наша экономика будет зависеть от материального капитала, эти социальные страты у нас будут, и куда они вообще, в принципе, могут деться. Но исключением является только, опять же, вот кастовая система, где ваше положение в социальной страте может зависеть не только от капитала, но еще от права рождения, например. Но, тем не менее, эти социальные страты в истории человечества всегда были, сейчас они есть и будут до тех пор, пока у нас будет существовать, вот, вообще потребление услуг товаров, производства услуг товаров, то есть вообще какие-либо товары-денежные отношения. Мы от этого деться не можем. А в Стругацке они возникли по-другому, потому что они пришли к необходимости нового создания этих социальных страт, но так как товары-денежные отношения были полностью уничтожены, они пришли к синтетическому созданию этих социальных страт, как раз исходя из единственного тематического основания, которое у них осталось, что называется способности людей, которые смогли в них переходить. Ну, разочаровались они в коммунизме, ну, так бывает, ну, что поделать. В коммунии, кстати, тоже не имеют никакого отношения к их разочарованиям. Ну, да. Я когда сказала, что это ведь может быть еще и гораздо глубже мы можем с вами зайти, ну, мы можем зайти, например, в древнегреческую культуру. Интересное очень такое явление, что такое полис, а не просто какая-то деревня, да, это где есть агора и где есть школа эфебов. Эфебы — это вот мальчики, юноши, которые будут потом защитниками, гражданами и так далее. И вот это образование к нашей болезненной теме с образованием, да, оно должно быть универсальным. И вот если это универсальное, единое образование, все гомер читают, все, значит, там, к экзаменам говорят, все, значит, на полестре, все четыре стадии этой школы эфебов проходят. Вот тогда эта школа эфебов позволит отсеять то, что будет элитой. Вот там эта школа эфебов, как одна замечательная исследовательница говорит, вот они едут по городу на этих белых конях, все, значит, в масле в оливках, ни одна мамаша своего не узнает, потому что это уже не конкретный юноша, это цвет нации будущего. И вот там происходит эта селекция, уже не на основе просто вот этих внутренних способностей, вот этой пластичности личности и культуры, о которой говорит Ницше, а эта пластичность личности и культуры, если набросим назад, она еще основывается вот на этой универсальной системе образования, которые точно уж, ну, про Грецию не говорим, но сегодня, если она будет сферой услуг, она никогда не будет универсальной, потому что мы будем действовать по принципу, чего изволите. Вот вы изволите кашки, пожалуйста, а вы, вы хотите песен их есть у меня, да, вот вы хотите что-нибудь пожевать, у вас, вам мясо с кровью или без крови. Образование в стране, в нации не может быть вот такой аморфной системой из сферы услуг, тогда это образование будет поддерживать элиту по праву рождения. Вот эту сословную или кастовую, как хотите ее назовите, элиту, которая сегодня сформировалась и которая, собственно, грузом висит у нас на шее. Хотел бы дополнить и уточнить, потому что тема интересная, формирование элиты, формирование элиты в том числе в цифровом обществе, возможно, изменения, которые возникнут при принципах ее построения. Действительно, вы привели пример Древней Греции, полисов, как там формировалась элита. Прекрасный пример Китая с их системой экзаменов, которые в пору расцветов, ну, они формировали элиту таким образом. Это достаточно справедливая форма была формирования элиты. На самом деле, пока там не наступало очередное разложение, когда это все вставало, покупалось и продавалось. Есть форма британских школ, знаменитых, частных, где тоже готовили элиту, в 14 градусов тепла детишки спали, в очень жестких условиях, секли их розгами, по-моему, до сих пор секут еще в этих школах. Это элитные школы. Вот в цифровом будущем нашем формирование элиты возможно, какие будут принципы и как там будут подбираться эти люди. Если разработать система тестов, по которым машина, искусственный интеллект там и будет отслеживать людей со способностями и вытаскивать их наверх, помечать их как перспективные и по такому принципу формировать будущую элиту, это способ? Вот, ну, на самом деле, я отвечу, можно? Это вам вопрос, конечно. На самом деле, на ваш вопрос ответа нет, по крайней мере, точного. Ту тему, которую вы затронули, это система контролируемого обучения под контролем искусственного интеллекта, или, по крайней мере, ассистента искусственного интеллекта, давно прочность совершенно различными, что называется, исходами рассматривается фантастами последние, наверное, лет 50. Начиная от сценария того, что Землю захватывает инопланетная цивилизация и при помощи системы искусственного интеллекта определяет наиболее перспективных особей, например, особей, которые являются не перспективными, которые подлежат, условно говоря, усыплению, да, усыплению, да, и заканчивает действительно построение эффективного общества будущего, где искусственный интеллект является ассистентом тьютера, который позволяет себе получить наиболее, что называется, эффективных, лучших подмастерьев. На ваш ответ ответ никто не даст вопроса. Это непонятно. Это непонятно. Никто не знает. Это как бы, это, каждый из возможных исходов, это одна из ветвей возможного будущего, которые зависят от совершенно каких-то других различных аспектов, понимаете? То есть, который зависит начиная от того, кто применяет этот искусственный интеллект и заканчивая как раз особенностями его функционирования и адаптации к текущей культуре, где он применяется. То есть, можно ответить на тот вопрос, который является чуть более узким. Возможно ли до определенной степени улучшить процесс тестирования до определенной степени для выделения, ну, действительно талантливой молодежи? Да, возможно. Потому что, ну, просто потому что, что хуже, чем сейчас, быть уже не может. Мы уже достигли дна, в него, раз уж только снизу, еще и не постучали. То есть, любой вариант, который будет лучше текущего ЕГЭ, он уже просто... Любой вариант, кроме текущего ЕГЭ, он же просто вот априори будет лучше. Потому что это ужасно. Вот я бы вас хотела себе сказать здесь пару слов, почему так осторожно. Потому что я, честно говоря, не могу говорить об искусственном интеллекте. Это слишком специфическая область. И я думаю, что это не предмет сегодняшнего разговора. Но как вот мне это представляется, все равно, когда мы говорим об искусственном интеллекте, который будет сканировать меня на предмет выявления каких-то способностей, все равно будет все зависеть от того, какие цели будут поставлены тому самому искусственному интеллекту. Я бы там сказал, кстати, да. А искусственному интеллекту кто поставит цели? И тогда мы будем выяснять что-то. Вот эта вот идиотская система ЕГЭ, почему? Да я согласна абсолютно с вами. И вообще система тестирования. Вот, наверное, вы сталкивались даже во время работы здесь. Это же катастрофа была несколько лет назад, когда были вот эти интернет-экзамены. Потому что 30% вопросов, это, так сказать, очень хорошо я оценю, 30% вопросов вообще были сформулированы неграмотно, или на них были даны неверные ответы в системе. Понимаете? Вот тогда возникает вопрос, почему это происходит? Это происходит в силу полного идиотизма тех, кто составлял эти вопросы. Это один ответ. Или второй ответ. А самое замечательное, что тоже вы, наверное, я вообще люблю троечников, то есть пока, когда я это сейчас буду говорить, это не потому, что я их не люблю. Вообще троечники, они как раз способны на какие-то выверты. Отличники школьные сегодня боятся всего. Это просто катастрофическая совершенно публика, с которой нечего делать. Вот всё, это не наше будущее, это не эфэбы. Эфэбы – это вот наши троечники. Но у троечников у них ещё есть звериное чутьё. И вот на эти дурацкие вопросы они дают на каком-то чутье правильный ответ. Правильный с точки зрения системы. Да. Они составляли эти вопросы. Я говорю, вы почему так отвечаете? Они говорят, так, Наталья Анатольевна, значит, всё просто. Если самый длинный ответ, скорее всего, правильный. Если, значит, было два раза А, значит, будет Б. То есть у них другое… Причём, посмотрите, ведь это мышление не… Это ситуативное мышление, да, но оно системное. Да, это программируется, по-моему, мышление. Это психология хакеров. Ну, вы назовите это психологией хакеров. То есть, смотрите, вот что отбирали эти тесты? Они отбирали по содержательному незнанию или же они отбирали вот эту способность адаптации к системе? Я не знаю. Можно тестировать другие возможности. Допустим, скорость реакции, ещё что-то. Но всё равно цели поставит этой системе какой-то человек. И, соответственно, мы будем отбирать то, что мы уже знаем. Как социология, она получит то, что запрограммировано в опросах? Я могу просто привести один, вот как это ни странно, успешный кейс. Один единственный известный мне успешный кейс построения системы автоматического тестирования, что если она будет сделана таким образом, то она может войти в массу, но пока это слишком дорого. То есть существует система IBM Дебатор. IBM Дебатор – это комплекс технологий искусственного интеллекта, заключённую в такую машинную стойку достаточно большую, которая может рассуждать, причём синтезирует вполне себе человеческий голос, эта система существует уже на протяжении последних четырёх лет, на абсолютно произвольные темы, но используя набор из существующих фактов. То есть она умеет анализировать действительно новые факты, то есть статьи в сети интернет. Вот система IBM Дебатор настолько эффективна, что она… Какой там тест Тьюринга? Тест Тьюринга – это… А она прошла тест Тьюринга? IBM Дебатор не то, что тест Тьюринга прошла, она в последних пяти дебатах, которые она вела в том числе в Оксфорде, вот, по-моему, ещё в Шоенском политехническом университете, я могу ошибаться с названием университета, она выиграла пять дебатов из пяти перед открытой публикой. Но дебаты можно так же, как и выборы организовать. А что такое тест Тьюринга? Тест Тьюринга – это когда машина должна убедить человека, что перед ней находится человек. То есть, да, конечно, она людей убедила. Она не то, что убедила то, что перед ними человек находится, она убедила свои большие компетентности, чем профессиональный оратор. Вот если система тестирования будет построена вот на базе такой машины, которая сможет, по крайней мере, на каких-то меньших уровнях сложности, то есть, давать положительный отклик, если, условно говоря, респондент её победил в каком-то споре, либо сумел доказать свою точку зрения, то тогда она будет эффективной. Но с этой точки зрения это будет просто очень дорогостоящей заменой живого человека-собеседника. Опять же, когда это будет рентабельно – хороший вопрос. Вот. Другое дело, правда, что сейчас есть облачные технологии, которые позволяют не ставить эту стойку, что называется, реально, а которые позволяют действительно это развернуть, вот, мощность в облачных сервисах, тогда мы вполне себе можем прийти к такому будущему, то, что запускается какой-то веб-портал, и с нашим ребёнком начинает беседовать робот на отвлечённой темы, синтезируя голос, например, спрашивать, а скажи-ка мне, голубчик, а почему ты считаешь, что в задаче, с какой яблони нужно собрать больше яблок, ты выбрал правую? Вот объясни мне свою точку зрения. И вот в этом случае система автоматизированного тестирования имеет право нажить, потому что в этом случае они могут подменить с собой квалифицированного преподавателя, оратора, дебатора. Ну, непонятно, когда они войдут в жизнь. Но такие системы в жизни – это вот успешный кейс. Ну, это вот действительно, просто понимаете, вот честно говоря, на меня это произвело настолько глубокое впечатление, что всякие успехи там по игре в год, то есть это просто, это машина, которая полностью, не то что прошла тест тюринга, которая, то есть, убедила в пяти случаях из пяти, то, что она более права, чем квалифицированный оратор, на абсолютно произвольные темы. В том числе, она даже в одном из споров умудрилась убедить аудиторию, по крайней мере, по убеждениям аудитории, то есть, используя, что называется принципы Артура Шпангавера, побеждения в спорах, то, что искусственного интеллекта, который может эффективно вести дебаты, не может существовать. То есть она даже в этом сумела убедить аудиторию. Вот слушает вас, обычный человек, если замирает от ужаса, привет, скайнет, и вперед понеслось. Да. Если вместо Никиты Бесогона поставить эту машину, она докажет и чипизацию, и вред 5G, и выше. Нет, понимаете, машина умудрилась объяснить аудитории, вместе с профессиональным оратором, что ее не существует, что ее не может быть. То есть она объяснила, что, условно говоря, внутри нее сидит человек и просто набирает вот этот текст. Ну, условно говоря, так. Когда мы говорим «каждый по способностям», всегда возникает вопрос, кто будет оценивать эти способности. И, возможно, как раз подобные машины будут более объективны в подобном выборе. Возможно, появление таких машин, которые будут более объективны оценить способности человека. Но как человек это переварит вопрос. Вот я в такое будущее не верю. Я не хочу быть в таком будущем, когда меня будет оценивать машина. хорошо тебя тогда будет оценивать племянник какого-то крупного чиновника который просто по-дружески попросил чтобы у себя устроили на работу этого племянника может не зуб ногой быть будет работе но он будет твоим начальником будете оценивать но это же человек да это человек но это будет оценить он тебя этого человека может единство достоинства что как я одессе оценивать принципиально чужая система чужая у этого человека может быть масса быть предубеждение в отношении тебя и которые эти гарантии что эта система не будет античеловеческая и поэтому это очень страшно буду сюда то есть вот потому что вопрос правомерности используя таких систем этичности их использования непонятно как он может быть этот термин лишние люди он может распространиться и на все человечество в общем-то точки зрения машины людишки но если она способна сама себя обслуживать ну просто изначально да то есть я говорю во первых я с вами согласен это очень страшное будущее вот я хоть вот меня и представляет а по агентам цифровых технологий я не хотел бы жить в том будущем где меня объективно с ее точки зрения оценивает машины которые работают на базе решающих правил которые создал пусть даже человек с хорошими намерениями просто вопрос был другом можно ли построить такую систему тестирования построить можно но хорошо ли будет ее внедрение другой вопрос это и это очень страшно общество где люди объективно оценивают машин . страшно общество знаете в начале нашего разговора я предполагая о том что наши власти полагается на цифровизацию как на палочка-выручалочку привел такой как довод как их одну из надежд возможно я ошибаюсь конечно о том что с помощью цифровизации с помощью этих этих новых технологий можно превратить наш итальянестый русский народ итальянестый в кавычках смысле достаточно ленивый достаточно да очень очень быстро соображающий но слабо дисциплинированный не очень любящий труд в дисциплинировать немцев то есть по сути такая программа андропова конца 80 начала 80-х годов по повышению дисциплины там через у него было через дружины через формы такие более простые понятные а здесь будет при помощи новых технологий то есть речь идет о такой социальной инженерии да об изменении нашего народа его психотипа его ментальности возможно такая социальная инженерия вообще или это было абстрактное выражение для красного словца который в итоге выскочил у меня винегрет любимое блюдо русской кухни я понимаю все в одном флаконе давайте все-таки из аквариума попробую из ухи даже не попробуем сделать аквариум а не наоборот мне кажется все как в одну кучу сложилось ну во первых я не само начало было непонятно итальянистость русского народа превращение его в трудолюбивых немцев потому что мы опять говорим о каких-то стереотипах которые неизвестно откуда возникли это обломки каких-то странных очень представлений но вообще говорить о трудолюбии нетрудолюбии российского народа это очень серьезная тема ну во первых не будем забывать о том что есть разные представления о трудолюбии например ни одна культура левшу то в общем то не создала кроме российской культуры пусть даже и в лесковском исполнении и это тоже удивительная вещь создать нечто совершенно не утилитарная абсолютно никому не нужна по большому счету тоже блохата танцевать не могла да но при этом потом все-таки выяснить чем оружие то чистить надо понимаете то есть это совершенно другой подход и к труду и к деятельности вообще и между прочим я бы сказал что это такой вот коммунистический подход к труду когда труд свободный труд свободно собравшихся людей и вот для российского человека это все-таки свойственно это я не думаю что из во первых что россиянин итальянесты не надо об этом говорить и если мы сделаем из него немцев то вот тогда все эти возможные преимущества и все лучшие математики лучшие программисты у нас пропадут можно я вопрос скажу да про него не вообще когда от русских начиная сравнивать с итальянцами мне 75-летие великой победы у нас сейчас да я напомню вам цитата муссолини итальянцы совершенно не умеет воевать про русских кто-то может так сказать нет зачем русских общество борьба с итальянцами с другой стороны каких итальянцев рассмотрим вообще какого исторического периода может быть опять же про то что итальянцы никто не не умеют воевать кто-нибудь сказал бы гаяю или цезарю нет непонятно почему все русских соревнования с меня вот нет вообще это не понятно почему хотя бы по по крайней мере с ними я это сказал в кавычках привел примеру я просто пасел да хорошо давайте тогда я сформулирует вопрос по-другому хотя у нас опять же может вам не понравится бывает сможет ли эти цифровизация общества новые технологии перехода новый уклад стать тем кнутом который взуздает россия да я опять же спрошу а почему вы хотите к россии подойти кнутом потому что у нас был первый у нас был шталин при которых мы проводили технологические прорывы мы выбивались там не будем говорить о личностях и о персоналиях и персонажи потому что можно это говорю потому что исторической личности историческое персоналия это вещи для нас не всегда досягаемые а мы очень часто оперируем понятием исторический персонаж исторический персонаж и петр первый и сталина которым мы говорим это исторические персонажи которые созданы различными историческими идеологизированными школами и которые в общем-то сегодня в этом плане находятся в очень таком странном бульоне такого обыденного понимания тиражируемого в том числе псевдо наукой и в том числе псевдо культуры и так далее так далее так далее поэтому не надо говорить о стали не надо говорить петре первым сейчас это другой разговор мы уйдем совершенно другую сторону и и я например не считаю что россия и российский народ нуждается в кнуте для того чтобы он был взмуздан каким-то образом поставлен на дыбы ничего хорошего от того что поставит на дыбы российскую действительность не будет я рассуждаю как осуждает когда мы говорим вы горит не сравните с петром не используйте эти слова до составе нам но те люди которые сейчас стране принимают решения выше руководство страны они слова эти используют они этими штампами живут и даже если по наш пропаганде как работает там для них это близко и понятно вы говорите что не нужно использовать к ну да то есть вам это слово не нравится но для андропова который начинал программу повышения дисциплины и производительность труда путем ну методов не сталинских но кнута для него это было в поне понятное объяснение он не мучился такими философскими вопросами и вот те люди которые сейчас принимают решения и которые надеются в том числе через цифровизацию через технологии там понять налоги а это репрессии усилить правоохранительные органы усилить репрессивный аппарат потому что мы видим цифровизация как раз в сфере правоохранительных органов она семимильными шагами идет технологии туда вкачиваются и деньги и ресурсы на технологии очень серьезные на медицину столько не уходит на образование столько не уходит как уходит туда, потому что это важнейшая функция государства, возможность сделать репрессии. И поэтому, когда я спрашиваю, возможно ли взглуздать страну через вот эти технологии, через... А что такое, вот вы говорите, мы делаем, разрабатываем технику, разрабатываем роботизированные системы, и люди, которые сейчас лишатся своих рабочих мест, могут получить рабочие места, переобучившись, переизменив себя. Да, они... Это же тоже насилие внутреннее, у нас человек преобразовывается. Но вообще, в принципе, эффективная деятельность человека возможна только, когда он выходит из зоны комфорта. Да, то есть это выход из зоны комфорта, скажем так. Вот давайте этот термин используем. Вместо немцев, вместо итальянцев. Новые технологии, новая цифровизация, новый технологический уклад, который создается сейчас на наших глазах, или постепенно создается на наших глазах, выведет ли население нашей страны из зоны комфорта? И позволит ли это стране занять то место, которое нам нит, в числе великих держав? Разрешите, я попробую ответить. Да, то есть это исключительно моя субъективная точка зрения. Вы знаете, я очень плохо отнесся к... Когда у нас ввели сейчас, в связи с пандемией, со всем остальным, дистанционное образование у школьников. Очень плохо. Потому что вот, нет, я скажу, как это отнесся, чем все это закончилось. Я не буду, опять же, сейчас следует считать мою оценку. Я сейчас, наверное, не буду, но это моя личная субъективная оценка, мой личный жизненный опыт. Вот как у нас происходило обучение моей дочери. То есть вот она уходила в школу, она приходила из школы, она говорила, что сделала уроки, она получала какие-то оценки, мы им радовались. То есть я, честно скажу, я радовался даже, когда... Ну, я, правда, я говорю, что это плохо, тройки получать не нужно. Это плохо. То есть, ну, правда, но не надо. То есть пятерки не всегда хорошо, но тройки чаще всего это плохо. Давай, ну, там, ударниц, все там, все нормально. И все жили в зоне комфорта. Ребенок ходил в школу, что-то делал, что-то получал. Ей, как и большинству детей, вот ее возраст и сейчас, там, в районе 10 лет, абсолютно на самом деле наплевать, что она получала. Точно так же все прекрасно. Дома ждал YouTube, там, какие-то соцсети детские, все такое. Нам тоже было все хорошо. Мы в образовании ребенка там вот похвалили, что-то объяснили. Что произошло, когда вот внесли домашнее образование? Знаете, мы поняли, что ребенком надо заниматься. Мы же вместе с ним стали делать эти уроки. Нет, это другой отдел, что уже через месяц она стала делать все сама. Но мы же научились контролировать, что она делает, как, почему. Ребенок стал более дисциплинированным. А на этот год закончил с двумя четверками. Такого не было никогда. Поэтому, знаете, на некоторые вещи очень сложно ответить, как это будет, потому что сначала мы к ним можем относиться плохо, потом закончится хорошо, так и наоборот. Вот, сложно сказать правду. Очень сложно сказать. Наверное, пока не ответим. Тут вопрос, ведь я абсолютно с вами согласна. А самое главное, еще вот в этом дистанционном обучении школьников, я не знаю, как вы, я, например, прониклась просто таким, знаете, благоговейным уважением к учителям начальных классов. Да. Потому что вот старшеклассники, это там понятно, это уже другая песня. Но когда вот мы выходили в Zoom, когда не было своих лекций, когда я с ними сидела, и когда вот начинался этот ужас, там Маша, привет, у Кати бегает кошка, и она их собирает каким-то образом, они работают. То есть вот у этого есть обратный такой эффект, обратная петля. Мы стали ценить вот это оффлайн-образование и оффлайн-контакты. Может быть, вот это. Как привилегию причем. Как привилегию. Да, хотя бы как привилегию для родителей. Да. Это действительно вот такой неожиданный эффект. Вот. А потом, вы знаете, мне кажется, еще одна спекуляция нашего сознания, причем это вот в данном случае философы виноваты стопроцентно. Я всегда говорю, то, что происходит на улице, это вина философов. А почему, собственно, мы так боимся слова насилия-то, друзья мои? Почему у нас насилие? Это какой-то... Да нет без насилия ничего. Образование нет без насилия. Образование это не демократический институт, если вы хотите что-то получить из этого образования. Воспитание ребенка по определению это насилие над личностью. Воспитание это насилие. Это не значит, что вы его лупите по средам и приговариваете Пушкин гений, потому что он иначе это не запомнит. Дело не в этом. Потому что ребенок хочет играть. И если вы хотите вырастить нацию дебилов и идиотов, превратите образование в игру. Вот, кстати, цифровизация, к таким вот негативным последствиям может быть превращение образования в игру. Хуже, чем гемификация образования, не может быть вообще ничего. Это даже хуже, чем ЕГЭ. Это катастрофа. А вот еще добавить. Сейчас, извините, я просто закончу, ладно, вот эту фразу. И поэтому, понимаете, когда мы говорим, ах, это будет насилие. Вот это одна из спекуляций, которые в том числе... Да, действительно, вот вся европейская философия. Восточной философии нет, у них проблемы нет. У них проблемы в философии колоссальной традиции. Свободная. А мы при этом забываем, Сократ, служению, служению способен только свободный человек. В самых дорогих частных школах Британии практикуются телесные заказания. Почему? Да потому что оффлайн общение, цифровизация у дел бедных. Цифровизация это, когда люди уходят от реального мира, от оффлайн общения, а оффлайн становится роскошью. Книги становятся роскошью, печатные книги, это уже роскошь. Уже встретиться с человеком, поговорить, сейчас опять, ну, склынет пандемия, но многие же подсели на это онлайн общение, в том числе и работодатели. Это снижает издержки. Люди вот так вот где-то там, вместо себя можно картонку поставить в зуме и спокойно сидеть пить чай. А на том конце провода человек будет думать, что все в порядке. Зато есть огромный плюс. У нас в России всегда была беда, я процитирую выражение, хочется поработать, посиди, посовещайся, и все пройдет. Ну, я его немножечко изменил, но тем не менее. Ну, вы знаете, сейчас настолько больше времени в связи с удаленной работой на работу теперь можно потратить, потому что даже когда идут совещания, тебе не надо из себя изображать истукана, а ты можешь выключить микрофон, видео, ты там присутствуешь, реагируешь на какие-то ключевые слова, темы относящиеся к себе и занимаешься своими делами. Поэтому в этом случае очень много времени экономить вот вообще. Можно еще раз поговорить? Еще есть один интересный момент, с которым мы сейчас сталкиваемся. Мало того, что просто вот в этой системе некоторой изолированности, дистанционности мы можем делать то, что хотим, вообще у людей появилось желание поработать. У вас фантастически. Фантастически. Так это же хорошо, да. Что самое замечательное, если раньше разговор о каком-то деле шел у нас, ну извините, как в 12 стульях, утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья, то сейчас ребята говорят, потом, потом, давайте потом обсудим, когда это все будет, давайте делать что-нибудь. Одну реплику сначала. Я хочу, как вы сказали, поговорка про совещание? Нет, ну хочется поработать, посиди, посовещайся, и все пройдет. Это русско-говоротная поговорка. Я про итальянец просто вспомнил, как раз у меня из этой серии. То, что цифровизация сейчас убирает. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мне кажется, мы гуманитарный аспект цифровизации хорошо задели. И в разных ракурсах. Цифровизация может быть меньше, но гуманитарный аспект мы смаковали с разных сторон. И я хочу в завершении нашей программы снова представить наших гостей. Это профессор кафедры социальной философии Института социально-философских наук и массовой коммуникации Казанского федерального университета Теречника Наталья Анатольевна. Директор Центра цифровой трансформации Казанского федерального университета, заведующий кафедрой киберфизических технологий Высшей школы киберфизических систем и прикладной электроники Института физики Чекрин Дмитрий Евгеньевич и журналист, блогер Биг Бофф Альберт Дамирович. Спасибо, до свидания, до новых встреч. Большое спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok